Современная новостройка на Петра Сухова. Этот дом начал расти в 2016 году, тогда еще с привлечением средств участников долевого строительства. Получить квартиру здесь мечтала и Юлия. В конце 2021 ее семья оформила ипотеку. У нас трехкомнатная квартира, у нас произошло пополнение в семье, мы рассчитывали, чтобы у ребенка была своя комната. Мы были в своей квартире, нас все устраивает, то есть там уже все действительно, заходи и делай ремонт. Однако есть большое но. По плану у нас дом готов на 99%. В принципе мы можем заехать и там уже жить, но препятствие всему это вот наша подземная парковка, так как вход в квартиры осуществляется с крыши парковки, а она сейчас находится на уровне котлована. Строительство застопорилось на этапе парковки и в таком состоянии объект находится уже долгое время. Попасть в дом можно только по лестнице с внешней стороны здания, через чужую квартиру. Жильцы постоянно интересуются, почему процесс не движется. Мы платим ипотеку, живем на съемном квартире с детьми, то есть это как бы очень тяжело. У нас 50 тысяч и в месяц. Вот. И не мы одни такие, то есть нас много таких, кто снимает, кто платит ипотеки. Ну дела, они идут, но очень медленно. И вроде застройщик обещает, что срок я не перенесу. Ну у нас август наступил, он обещал, что вот в июне после 21-го он как бы пустит две бригады, то есть все будем делать, строить. И вот сейчас еще там нет до сих пор работы. Вот как бы мы в отчаянии, мы просим помощи. В поисках помощи люди обратились в администрацию Барнаула. Специалисты выступили посредниками и уже провели несколько совещаний с участием дольщиков и застройщика. Компания не скрывает, проблемы есть и главное недостаток средств. Мы ему предоплату делали за опласть срок, но он не заплатил тоже денег, украл там 45 миллионов почти. Ну и проектную документацию получили абсолютно недавно, делали очень долго ее. Тогда у нас появится возможность регистрировать парковочные места, продавать. Это опять выход на деньги. Парковочных мест больше сотни. Плюс, по словам застройщика, они занимаются продажей помещений в самом доме. А еще воспользуются рекомендации от города, которую сотрудники администрации озвучили во время совместных встреч. По инициативе администрации города Барнаула 25.07.2023 состоялось совещание с представителями Союза строителей Алтайского края. По итогам совещания застройщику рекомендовано подать заявление в саморегулируемую организацию для возможного варианта финансирования завершения строительства многоквартирного дома. По словам застройщика, он уже оформляет заем в организации и микрокредит до 10 миллионов рублей. После всех этих процедур компания выплатит сотрудникам долги по зарплате и через неделю переведет их на вактовый метод работы. Дом должны сдать в конце октября. Анастасия Дороган, Юлия Щепина, Владислав Ковалев. День с толком.